День был жаркий и душный, и желтая славка следовала за поле, перелетая с куста на куст. Над вчерашней грязью поднимался пар, когда поле подошло к тролльному мосту, висевшему над рекой в узком ущелье. Он был тонким и изящным. Поговаривали, что его выстрелили без звездки. Поговаривали также, что благодаря своему весу мост еще прочнее держится за камни по обе стороны. А еще говорили, что мост – настоящее чудо света. Впрочем, немногие местные жители верили в чудеса. Не говоря уж о том, чтобы повидать свет. За проход брали один пенни, или сто злотых, если к пешеходу прилагался к озеру. На полпути поле глянула через перила и увидела тележку вербовщика далеко-далеко внизу. Она катила по узкой дороге над самой рекой. Дальше тропа все время шла вниз, через темный сосняк в ущелье. Поле не спешило. Еще до заката она увидела постоялый двор. Вербовщики уже приехали, но, судя по всему, сержант даже не старался произвести впечатление. Никто не бил в барабан, как накануне, и не кричал «Подходи, записывайся, молокосовцы!» В тудо и сюдо и хорошо живется! Война была всегда. Чаще всего происходили стычки на границе, нечто вроде соседской ссоры, из-за того, что чья-то изгородь непомерно разослась. Только в национальном масштабе. Порой дела обстояли еще хуже. Миролюбивую барагравию окружали вероломные, зломные, воинственные враги. Ведь если они не были вероломными, злобными и воинственными, мы бы с ними не сражались. Не так ли? Война была всегда. Да. Отец Полис вжил в армии, прежде чем получить в наследство от Полиного дедушки герцогиню. О войне он почти не рассказывал. Он принес с собой саблю, но вместо того, чтобы повесить ее над очагом, ворошил ею огонь, словно кочергой. Иногда заходили старые друзья. Закрыв ставни на ночь, они усаживались вокруг камелька, пили и пели. Маленькое Поле под разными предлогами оставалось и слушало песни. Но развлечению пришел конец. Когда она ввернула одно из самых интересных словечек в присутствии матери. Потом она подросла и стала подавать пиво. Видимо, старшие решили, что она уже знает все интересные словечки. Ну или скоро выяснит, что они означают. Кроме того, ее мать отправила сюда, где сквернословие не оскорбляет ничьих тюшей и теоретически вообще не существует. Солдатские песни были частью ее детства. Полина изузнала, весь мир перевернулся. Дьявол мой сержант. Джонни ушел на войну. И девушку я оставил. А когда было выпито уже достаточно, старики затягивали полковника Свинского и зачем я ее поцеловал. Ну и конечно, душку Поли Оливера. Отец пел ее, когда маленькая Поли капризничала или грустила. И она смеялась просто потому, что в песне упоминалось ее имя. Она запомнила слова еще прежде чем узнала, что значит большинство из них. А теперь Поли распахнула дверь. Сержант, вербовщик и Капрал сидели за грязным столом. Они подняли глаза, задержав пивные кружки на полпути к губам. Поли сделала глубокий вдох, подошла и попыталась отцелетовать. «Чего тебе, парень?» – прорычал Капрал. «Хочу записаться, сэр». Сержант уставил взгляд на Поли и осклабился. Так что шрамы у него на лице странно задвигались, а подбородки задрожали. Его нельзя было назвать толстым. Первым на язык проталкивалось слово «внушительный». Сержант принадлежал к тем людям, у которых вместо талии экватор – воплощенная сила тяжести. Случись ему упасть в любую сторону, и он бы закачался, как яйцо. От солнца и спиртного его лицо пообогровело. Маленькие темные глазки мерцали на красном фоне, словно искры на лезвии ножа. На столе рядом с ним лежали две старомодные сабли. Оружие, скорее, сродни мясницкому ножу, чем мечу. «И все?» – уточнил он. «Да, сэр». «Правда?» «Да, сэр». «Ты не хочешь, чтобы сначала мы тебя напоили до соплей?» «Такова традиция, знаешь ли». «Нет, сэр». «Если не ошибаюсь, я еще не рассказывал тебе о замечательных возможностях сделать карьеру и подзаработать». «Нет, сэр». «Я упомянул, что в шикарном красном мудире у тебя отбою от девчонок не будет». «Кажется, нет, сэр». «А харчи?» «Если ты в наших рядах, каждый ужин – это пир». Сержант похлопал себя по желоту, вызвав некоторое волнение в прилегающих областях. «Я тому живое доказательство». «Да, сэр. Нет, сэр. Я просто хочу записаться и сражаться за мою страну во слава герцогини, сэр». «Правда?» – недоверчиво спросил Капрал, но сержант его как будто не слышал. Он оглядел Полли с головы до ног, и у нее возникло отчетливое ощущение, что этот тип не настолько пьяный глуп, как кажется. «Похоже, Капрал Страпи, нам достался настоящий патриот старой закалки», – сказал он, не сводя глаз с лица Полли. «Ну что ж, ты обратился к кому надо, мальчик». Он с шуршанием извлек стопку бумаг. «Знаешь, кто мы такие?» «Десятый пехотный, сэр. Известный так же, как тудой-сюдой, сэр», – сказала Полли с облегчением. Она явно прошла испытание. «Правильно, парень. Старые добрые сырцееды. Самый лучший полк, какой только есть, и в самой лучшей армии на свете. Хочешь вступить, э?» «Чертовски хочу, сэр», – ответила Полли, чувствуя подозрительный взгляд Капрала. «Молодец, парень!» Сержант открыл чернилицу, обмакнул металлическое перо и занес его над листом. «Как звать?» «Оливер, сэр, Оливер Перкс». «Возраст?» «Воскресенье исполнилось 17, сэр». «Ага, конечно, – сказал сержант. Если тебе 17, то я великая герцогина Анаговия. Пустился в бега, э? Сделал какую-нибудь дочку матерью?»